Золотая кладовая истории и культуры сибирских татар, эта богатейшая этнографическая коллекция начала формироваться еще с момента основания музея, полтора века назад. До революции в основном ее пополняли частные лица. В советские годы уникальные экспонаты были собраны и в многочисленных экспедициях. Экспедиции проводились и в 60-е, 70-е, 80-е годы 20-го столетия. Огромную роль сыграли экспедиции под руководством Инны Андреевны Сыркиной, Игоря Владимировича Белича, исследователь народов Севера, Сибири, то есть очень известное лицо. Эти люди понимали, все сотрудники музея, что самобытную культуру нужно презентовать и сохранять. Сейчас сотрудники музея стараются как можно шире показать то наследие, которое сберегли их коллеги и в дореволюционный период, и в советское время. Только предметов одежды сибирских татар более ста, а еще ювелирные украшения, их утварь, оружие, транспорт. Дело в том, что я сама родилась на Ирдыше, в поселке Карагай, Вагайского района. У меня папа родом оттуда, а мама табалячка коренная. То есть у меня предки по материнской линии, все табаляки. И для меня Тобольск – это родной город, и вот все, что связано с культурной жизнью Тобольска, оно мне всегда было интересно. Особенно вот то, что касается сибирских татар, потому что я, в принципе, сама коренная сибирская татарка. Уникальное собрание Тобольского музея интересует прежде всего тех, кто изучает, сохраняет традиции сибирских татар. Но немало интересного эти экспонаты расскажут и о взаимосвязи культуры разных народов нашего региона. На интересную встречу многие приехали и из других городов. Наша компания занимается созданием головных уборов, калепуши, татарских тюбитеек, аутентичных. И мы хотим расширять коллекцию наших изделий и изучаем наследие сибирских татар. И нас интересуют орнаментальные изображения, история, культура и все, что связано с наглядностью. Уникальную этнографическую коллекцию можно увидеть во дворце наместника. А публичные лекции в Тобольском музее уже стали традиционными. Тематика их самая разная. Сейчас в связи с пандемией количество мест для посетителей ограничено. Поэтому работа ведется по предварительной записи. Елена Макова, Рустам Рузеев, Тобольское время.